МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗАНИМАЙСЯ, ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ Дети, отойдите подальше. 30 минут, товарищи, 30 минут. Да что вы! Прямо мы вот тут стоим. Представляете? Это вернется, значит, кусочек моего пальто. Ой, боже мой, смотрите, что я творю. Хлеб-соль вам у хату, как говорится. Доброй раннице, Беларусь! Прошли дожди, апрель теплее, всю ночь туман, а поутру весенний воздух точно млеет и мягкой дымкою синеет в далеких просеках в бару. Доброй раннице, Беларусь! В студии Светлана Боровская. На календаре суббота, 17 апрельское утро. Вдохновленная поэзией Ивана Бунина, я предлагаю вам насытиться этим апрельским хорошим днем, насладиться нашей очередной прогулкой и получить удовольствие просто от новых знакомств. Сегодня мы прокладываем маршрут по Пуховичской земле. Присоединяйтесь! На въезде в городок с поэтическим названием Марийногорка нас встречает вот эта красавица Мария, Марьюшка. Мария – это символ города Марийногорка. И мы очень надеемся, что она станет нашим незримым гидом по своему городу. И его окрестностям. Мы находимся в поселке Марийно. Это буквально в пяти километрах от Марийной горки. Вот уж Марьюшка завела, так завела. Снова на поселок был в 1876 году, когда открывалась сельскохозяйственная школа. И сегодня здесь аграрно-технический колледж. И ждет там нас Светлана Долгая. А с девушкой Светой не забалуешь. Так что поторопимся. Здравствуйте. Светлана Долгая – это вы? Да. Здравствуйте. А я Светлана просто. А я Светлана. А я Светлана, да. Слушайте, ну встали мы так сразу правильно, да, у подарков. Это даже не подарки, это заслуженные награды. Да, это не только колледжа, но и... Ну и ваше лично. Да, и скромно, но и мы лично. Ну и все, и не надо скромничать, потому что это ваши достижения. Слушайте, ну как же повезло ребятам, что вы их преподаватель физкультуры. Ну, наверное, да. Ну, скажите, а кого надо винить в том, что вы по гиревому спорту стали чемпионкой? Ну, скорее всего... Маму. Не знаю, наверное, и родители, что подтолкнули меня, наверное, с 9 лет в спорт. Да. Я занималась легкой атлетикой, стала чемпионкой республики по прыжкам в шестом. Ну и потом уже закончила университет физкультуры. И думаете, займусь чем-нибудь легоньким? Гирьки, что ли? Ну, нет, это долгий, пусть пришел в моей жизни. Ну, тренеры подсказывали, наверное. Ну, первый раз я познакомилась с этой гирей, когда пришла уже в школу работать на практику. Слушайте, ну вы какая-то худенькая, и руки у вас не вот это... Кажется же, что вы должна быть такая. Нет, гиря не накачивает мышечную массу. А у вас есть семья? Да, есть. У меня муж, маленькая девочка, 5 лет. Чем мамы в декрете занимаются? Ну, че мамы смотрят телевизор, например, вяжут, 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 вяжут. Деточки намешала кашку, а-а-а, вот что? Торты... Тортики пекут. Да. Вяжут там что-нибудь, носочки. А вы, значит... У меня вот такое хобби появилось в декрете. Говорила своего треера, мастера спорта по гиревому спорту. Да. Чемпиона мира Левчика Юрия. Ну, я отвоевала. А муж у вас чем занимается? Он не против, что родила ребенка и пошла в гиревой спорт? Нет, не против. Он достаточно... У вас спортсмена? Ну, так, увлекается. Увлекается спортом. То есть не чужой в спорте, да. Поняла. И у вас одна доченька. А, Светочка, у нас с вами сегодня две задачи. Хочется увидеть, как вы такая хрупкая мамочка, жена и преподаватель прекрасный. Можете ли их поднять и что-то с ними сделать? И как это выглядит вообще, когда чемпионка что-то делает? Ну, хотя бы секундочку. Ну, и вторая задача у нас это утренняя разминка, суббота, утро. Поехали. Попробуем. Утренняя разминка. Утренняя гиря 16 килограмм. Это самая тяжелая. Для начинающих я бы советовала для девушек 4-8 килограмм, для юношей 12 и 16. А как же про то, что девочкам тяжелые, больше кувшинчиков поднимать нельзя, нет? Главное, как поднимать, правильно? Да, техника поднимать правильно. Техника, чтобы спину не сорвать, ну и себе всякие места еще не надорвать. Да, ну, гиря, она сделает ваше тело атлетичным, то есть она не перекачает нас в тренажерном зале. Скажите, а чем вы потрясли на соревнованиях? Как это выглядит? Вот давайте кусочек чемпионата Европы. Вот как это было? Подходите вы? Да, было гиря 24 килограмм. Ну, допустим, это 16. Упрощенное соревнование. Да, мне надо было в течение 30 минут. Это очень много. Да, нужно поднять гирю, толчок длинным циклом. Ну, как это происходит? Подошли, поклонились всем или что там? Вызывает вас, вы становитесь на помост. Светлана Долгая, выступает Светлана Долгая, премьера. Всех объявили, ну и отсчет идет. А с вами соперницы стоят рядом? Да, конечно. Это очень активизирует, знаете. Выполняется заброс гири, потом выполняется выталкивание вверх. Ой, это самое тяжелое. Потом идет сброс, опять же, на грудь и сброс вниз. И так в течение 37 минут. Вы так еще изящно так, оп, такая стоите. Как будто я ваша слабая соперница. Давайте. А все равно какой рукой? Можно менять поочеренную, как вам удобно. Можете по минуте менять, можете по три секунды вместе. Давайте гирю поставьте на пол. Так будет. Ноги на шею, не плеч. Так. Берем гирю за дужку четырьмя пальцами. Четырьмя. Не зажимаем. Не зажимаем. И гиря идет назад. Ой, подождите. И на плечо. Оп. Вот так вот. Все, вы готовы. Дальше. Теперь бедром выталкиваем гирю. Бедрем выталкиваем, это мы умеем. Отлично. Что-то я не туда бедром пошла. И потом же сбрасываем вниз. Оп. А бедро куда? Что-то как-то у меня... Ну, не танцы, но тоже можем очень элегантно все делать. Берем у вас гиревой спорт. Да? Да. Ой, не потяну я в таком деле, чувствую. Не, ну почему? Четверочкой начнем. Четверочкой, да. Вы знаете, я и в школе на четверочке училась. Четверочкой меня преследует, да. А доченька ваша маленькая на это смотрит, пятилетняя. Что, она говорит, мама, дай гирь. Да. Давай вместе. Да, ну я вот брала четверочку. Она говорит, мама, смотри, ты вот так подымаешь. Не надо рвить и детку. Не-не, там сильная. Слушай, а у вас на физкультуре же в вашем колледже все просто вынуждены тягать гири, я так понимаю. Потому что раз преподаватель такой. Приходится. Ну что, давайте попробуем утреннюю разминку с вашими чудесными воспитанниками. Включим веселую музыку, например. Уже вспотели, покраснели щечки. Слезно. Давайте, Ваня, нам покажем. Я же знаю, как ему тяжело, это же поднять нельзя даже, эту гирю. Ну что, передай привет тогда, кому ты хочешь. Давай, и привет ты передавай. Без этого твой бой. Обойдешься без этого. Ничего себе, ты скромный парень настоящий. Оп. Видите, мужчина должен быть немногословный. Не надо привет, это ваши девчачьи себе оставьте, как говорится. Ну, она еще 24-ка поднимается. Да вы что? 32 давно поднимаешь? 32 давно поднимаешь? Паша, тебя не сидит. Вы слышали, уважаемые телезрители? Вот какой он. Большое тебе спасибо. Молодец. Спасибо, Светлана. Это красивая история. А главное, что это же не то, что показательное выступление. Вы так живете. Да, это уже образ жизни. Вы так живете. Я должна вам сказать, что мы вот тут погуляли, у вас, слушайте, озерцо. И какие красивые скульптуры, сосны, олим. А стрижете тоже сами, боюсь спросить? Все сами. Сами гири, сами елки. Все стрижем, купаемся сами. Спасибо большое. Вот показали вам еще одну историю, как можно быть здоровым, сильным, а главное, ну, быть увлеченным. Это самое главное. Привет вашему мужу, дочке и всем хорошим людям. Спасибо. Спасибо, Света. Вам так же. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго. А знаете ли вы, что недалеко от города Марьиногорка находится точка, равноудаленная от всех границ Беларуси? Так что мы находимся в самом сердце Беларуси. И здесь, в этом самом центре, бывали и Якуб Колос, и Янка Купалы, и Кузьма Черный, и Змитрок Бядуля. А какое-то время здесь жил народный артист Советского Союза, наш композитор, любимый, прекрасный Игорь Михайлович Лучинок. Здравствуйте, Александр Александрович. Меня зовут Светлана. Вижу сразу светлый лик Игоря Михайловича здесь везде. Ну, а я Александр Александрович Пранович. Да. Директор районного краеведческого музея 15 последних лет я дружил с Игорем Михайловичем. Вот, это меня и интересует, что вам выдалось такое счастье. Мы были, конечно, с ним знакомы. И вот именно дружили. Потому что мы ездили на концерты. И, конечно, он бывал у нас часто на телевидении. И в тесных машинках на какие-то долгие дороги были командировочные. Он удивительно сложный, прекрасный человек. Ну, мы видели его как великого композитора, музыканта. А вы? А я видел его, в первую очередь, как человека. А как вы его называли? Игорек? Как ты? Нет, мы называли официально. Он на вы и я на вы. На вы, на вы. Александр Александрович, ну скажите, какая главная отличительная черта у него? Вот что отличало его от других людей? Все-таки он был другим, потому что он оставил нам вот столько счастья в виде своих песен. Он был очень душевный человек. Это первое. Ну, и был очень ранимый человек. Ранимый, да. Те, которые ему причиняли зло, он мог их отсечь. А так он был очень и очень душевный человек. Вот когда сюда приезжал, собирались по улице знакомые. Люди все разговаривали. Он был очень образованный человек. Окончил музыкальное училище, консерваторию, учился в Москве, в Ленингаде. Шикарное образование. Его слушал Шостакович. Потрясающе. И сказал, молодой человек, оперу вы, конечно, напишите, но вы созданы для песни. Так прям сказали. Да, так и сказал, пишите песни. А давайте пройдемся по портреточкам. Ну, вот отсюда. Глубокие глаза у него такие. Это семейное древо. Древо такое, да. Древо. Лученко и семьи Жуков. Вот это дед, наверное. Это дед Лука. Да. Он пел в церковном хоре. Был человек очень сильный. А это вот семейство Жуков. Они под Бобруйска. Да, да. А Жуков, подождите. Они были дворане. Ага. Дворанская рода. Это бабушки-дедушки, которые соединились. Это две семьи. Да. Вот Александра Герасимова, мать Игоря Михайловича. Видите, какое семейство. Очень благородное семейство. Благородное. Не просто так это все. Не просто так, да. Возле дома отец, мама и он. И цветочек. Мама выращивала очень много цветов. Мама выращивала цветы. Она была учительницей биологии. Да. И она завоевывала очень разные призовые места на всяких конкурсах. Домик культуры у Марьиной Горки. Выставки. Да, да, да. А цветы, весна. Знаете, нас все это сейчас волнует, конечно же. Александра Пахмутова. Прекрасная. Вот в 40-е годы она как раз в Марьиной Горке. Да. Приезжала Александра Пахмутова. Вот Игорь Михайлович. Они еще молодые. Молодые, молодые. Ну скажите, вот все-таки Игорь Михайлович. Какое его было любимое произведение? Были у него свои? Или он любил все песни как детей? Я вам скажу, когда он написал на слова Янки Купалы песню с Папчина, они же жили в одном доме с Иваном Мелеш. Да, да. И вот прогуливаясь по набережной Сисличи, Мелеш ему сказал, если бы ты, Игорь, написал эту одну песню, ты бы вошел в историю белорусской музыки. Он был счастливым человеком, как вы считаете? Ну я думаю, что да. Во-первых, он познакомился с Александрой Григорьевной в доме отдыха Пуховича. И вот он приехал, и она с подругой приехала, она училась в Брестском музыкальной. Как это водится? Он с другом, она с подругой. Любовь. Да, и так завязалась. Здесь, как не в санатории, да. И поженились. Да. Даже здесь, когда расписались, первая брачная ночь у них была. Да что вы! Прям вот мы вот тут стоим, представляете? Не тут, а в этом дому. Не, ну я образно говоря, конечно, я понимаю, что не тут. Мы родили двоих детей, Ирину и сына Андрея. Ой, какая прекрасная история. Знаете, для таких людей это сложно сказать. Но я думаю, что что хотел, он достиг. Как говорят, если Бог хочет сделать тебя счастливым, Он ведет тебя самой трудной дорогой. Он стал популярным, известным. Для нас он был, ну для людей из Мариногорки, ну проезжает лучше одного. Он уже как свой был. Он просто ваш, он просто ваш, и вы им гордитесь. А когда вот ездили мы в другие, мы там на него смотрели, как на Бога. Я понимаю. Это же великий человек. Понимаю. Сан Саныч, вам здоровья, держитесь, делайте большое красивое дело, память сохраняйте. Игорь Михайлович, вот царствие небесное, мне кажется, на века, вот на века ваши песни, ваша музыка. Спасибо вам большое и счастлива была быть с вами знакома. Чуть-чуть сбоку постоять. Спасибо. Вот знаете, в этом уютном месте, где жил народный артист Советского Союза, народный артист Беларуси, наш любимый и незабываемый Игорь Михайлович Лучинок. Каждый день где-то ты слышишь песню, и все время замирает сердце. Это как нужно, каким нужно быть человеком многогранным, радужным, чтобы вот откуда-то брать эти мелодии. И вот смотрите, раритетная вещь. Это пианино Игоря Михайловича, на котором он играл, сочинял, вдохновлялся, наверное, был в разном настроении. Его папа когда-то одолжил деньги, чтобы сыну купить пианино. Вы знаете, в хороших семьях истории все похожи друг на друга. Как сказал, по-моему, Толстой, что счастливые семьи все похожи, да? Друг на друга, и каждая несчастлива по-своему. Поэтому мне даже как-то неловко. Ну, я тихонечко один раз нажму. Оп! Слышали? Все! Все остальное не могу. Все не мое. Не мое. Поэтому, знаете, если каждый, кто придет в этот дом, будет нажимать клавишу, что ж с ним будет? Поэтому закрываем эту историю, этот частный дом. Мы сюда вошли, и очень этому благодарны. И вы тоже это все видите. Вы знаете, со слов Игоря Михайловича Лученко, вот это рама и гвоздь. Это подарил Иосиф Давыдович Кобзон. Тоже великий, замечательный певец. И просто очень хороший, добрый человек, который помогал очень многим. Как и Игорь Михайлович, они очень дружили. Два гения дружили. И, может быть, где-то они разговаривают о великом, о своей красивой музыке. Игорь Михайлович Кобзон. Я вам покажу сейчас, как расслабиться. Максим! Ничего, что я вашего мужа так зову. Замечательно. А если бы я вас посадила поезд в престищик? Ой, все. Все? Все. Хорошо. Слушайте, как хорошо, что мы сюда приехали. Замечательно. Хлеб, соль вам в хату, как говорится. ДОБРОЙ РАНИЦИ, БЕЛАРУСЬ! Словно красавица неприбранная, заспанная, закинув голову, забросив косы за спину, глядит апрель на птичий перелет глазами синими, как небо и как лед. Прогуливаясь по Мариной горке, мы тоже, знаете, вместе с Давидом Самойловым смотрим на апрельское небо. И прогуливаемся мы сегодня с Марьюшкой по Мариной горке и тоже позволили себе такой, знаете, маленький апрельский релакс, такую минутку расслабления, такое тихое, милое здесь провинциальное спокойствие, оно как-то даже умиротворяет. И вот мы немножечко устроили минутку лирики и двигаемся дальше. Вы на таком ветру стыд! Здрасте! Какая вы красивая! Какие у вас красивые! Смотрите, какие у нее глаза! Как у Волги тормоза! Мне когда-то сказали такой комплимент, я вам его передаю. Спасибо, буду знать! Кажется, что такое солнышко, мы снимаем передачу. А вообще эта погода называется, Анжела, так. Ветер тихонько трепал арбатуру. Вот так, вот реснички сломаются. Пойдемте, Анжела, пойдемте. У нас на том поле я целую зиму снимаю, как лисички. Ой! Что это? Это вернется, значит! Пусочек моего пальто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! А здесь тепло и уютно. Здравствуйте! И хорошо. Ну, вот наша усадьба. Хозяин усадьбы Максим Леонидович. Здравствуйте! И наша бабалочка, наш талисман. Ой, отлично! Я хочу талисман вашему подарить маленький подарочек от нашей программы. Это вам. Спасибо большое! А я еще знаю, что у вас день рождения. Круглая дата, 20 лет. Я вас поздравляю, желаю вам долголетия, быть всегда такой красивой, нарядной, в таком красивом, уютном доме. Я знаю, что вас здесь любят. Спасибо большое! С праздником! Спасибо! Пойдемте. Ой, какая красота здесь! И штор не надо, да? Смотрите, как и там жизнь, и здесь жизнь. И любовь кругом, я так вижу. Максим, рассказывайте. Хозяин, рассказывайте. Мне хотелось, чтобы была какая-то концепция, ну, очень простая и понятная. Мы недолго совещались и решили, что это будет 4 стихии. Первый угол, который мы можем рассматривать как одну из стихий, это огонь. Да. У нас расположен камин. Камин, кресло, да. Камин, кресло, да, такая зона тепла. Романтическая зона. Напротив вода. Да. И наша барная стойка. Это в смысле бар? Барная стойка. Вы так называете? Барная стойка сделана в виде кораблика, кораблика викингов. Да, да, да. И за спиной у меня зона земли, в которой мы использовали предметы оформления, произросшие на земле. То есть глина, керамика, ткачество и соломка. Ой, здорово. Слушайте, Алла, скажите, а вот как вам здесь? Какие гости бывают, скажите? Гости разные бывают. Ну, все хорошие, детки. А веселятся крепко? Очень. Очень дети. Очень. Дети любят. А взрослые как веселятся? Как взрослые? Гениальный ответ. Мне все ясно. Слушайте. Ну и четвертая зона мы... Четвертая зона у вас, ослы, козлы. Да. И японии. Большие окна, через которые видно нашу усадьбу и нашу живность, которая бегает. И овечки наши верные подружки. Все наши животные подходят под термин «контактный зоопарк». Каждого из них можно потрогать. Это как лечение. В каком-то смысле. В каком-то смысле. Говорят, что это и лечение для деток. Каждого из них можно трогать. Никто не кусается, не щипается, не бодается. Обещаете. Сто процентов. Ну, мы сейчас пойдем это проверять. Сто процентов, да. Ой, ну пойдемте прогуляемся по улице, если можно. Так, ну вот. Значит. Бусинка, иди сюда. Буся, 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 буся. На, она хочет хлеба. Чуть ниже тогда. Руку опустите. Она ничего, она просто пообщаться надо, пробежала. Она просто потусит. Это редкая овца, которая знает свое имя. И на него идет. Редкая овца. Да, редкая. Редкая. Да. На, милая, на, на. Что ты какая-то сытая есть не хочешь, что ли? Пойду ослу тогда отдам твой кусочек. А как ослика зовут? Яшенька. Яшенька. Иди сюда, красавчик. А ослик? А ослика нам с Афганистана привезли. Да вы что? Ну, у меня же характер ослик. Ну, прям. Слушайте, а почему так про ослов говорят? Потому что он трусливый. Может, их просто не любят? Не любили в детстве. Да, он просто упрям. Видишь, он с Афганистана его нам привезли. Видишь, ушко такое немножечко, меточка стоит. Ну, что ты моя красавица? Ну, он... Он грустный у вас, собственно. Да ее что? Тебе не дали. Тебе не дали. Тебе не дали. Ничего себе. Я венечка такая резлая. Ну, хлебушек у тебя. Хлебушек что тебе? Несладко хлебушек? Сами пекли. Вкусно. Я понимаю так, что Кузя ушел в сексуальное путешествие, потому что ветром открыло ворота. Я думаю, что он сейчас уже будет на ферму. О, кто убежал? Кузя убежал. На ферму. Наш пони. Пони убежал? Надо сейчас съездить забрать ее. Это форс-мажор, я вам скажу. А палитка была открыта? Ворота ветром открыла. А, ветром открыла. Ну, 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 уж мы не закрыли. Ой, слушайте, пони, он такой белый, красивый. Ну, вы понимаете, какой пони. Как жалко. Пойдемте кроликов посмотрим. Слушай, я переживаю теперь из-за этого пони. Ничего, сейчас мы его приведем. Да, пони. Кролики, вы хоть не выскочили, тут слава богу. Анжела, значит, мы уже погуляли. Вот очень красивый хлеб вижу. И попробуем испечь хлеб латышский кисло-сладкий. По латышскому рецепту. Латвийский кисло-сладкий. Латвийский кисло-сладкий. Давайте, с чего начнем? Я вот с вымытыми руками уже стою. Обязательно. Говорят, что у кондитера вообще самые чистые руки. Так что побудем пять минут. Мы сейчас посадим его в печечку. Он у нас как раз поднялся полтора часа. Проблемка с этим хлебом не столько проблема, что, чтобы его испечь, много времени уходит. Два из суток уходит на испечение одной булочки. Вот такой? Да. Потому что сначала надо вырастить заклазку до нужного размера. А гости-туристы ждать не будут. Поэтому делаем все заранее. Поэтому мы с вами испечем. Вот такой небольшая, маленькая хитрость. Да. И мы его садим в печку. А хитрость в чем? Что надо разрезать, чтобы он не треснул в нужном нам положении. Да, он нам надо, чтобы треснуло в нужном направлении. Именно вот так красиво. Все, я поняла. Очень красивая, хорошенькая булочка. Давайте тогда все так сделаем. Можно я один тоже попробую? Замечательно. Давайте. Значит, достаем. А скажите... Нежненько. Нежнее, да. Вот я резкая, конечно. Очень резкая, девушка. Я резкая. Вот этой стороной класть или другую? Правильно. Этой стороной. Бачком. Да. Попшик. Нет, сначала разрезаем. Ой, я... В этом хлебе... Неглубоковато я линейку везу. Так, сыпем. Брызгаем сначала в водички, чтобы прикреживать. Шишки-шишки-шишки. Так, теперь вот эти. Да. А мукой не надо? Нет, конечно. Значит, тут же нет этой самой ненужной вредности всякой, да? Почему хлеб, говорят, надо мало езжать? Да, это хлеб на закваске. Здесь только... Вот. Хозяйка пекла все ворота в тесте. Уже тмин по всему столу, знаете. Нет. Понятно, да. Сюда входит что? Мука. Да. Закваска. Вода, соль, сахар, тмин. Все. Все полезно. И, да, нету масла, нету мука. Все полезно. Значит, это мы передаем и делаем следующее, да? И делаем следующее. Пожалуйста. У нас же тут помощника, вы знаете, как много. Ну, так. Сама-сама-сама. Посыпаешь вот здесь. Посыпаем. Посыпаем, посыпаем. Значит, расскажите мне про своих любимых туристов. Кто к вам приезжает? Дети, взрослые, кто? Все, мы настроены на семейный отдых. Угу. И мы рассказываем деткам славянскую, белорусскую сказку. Хлубы жирнее. И обязательно делаем какой-то мастер-класс. Ага. Детки у нас тоже пекут хлебушек, бьют масло, расписывают по сторонам, роспись делают. Шик, 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 шик. Ну, и, конечно, семейные мероприятия. Свадьбы, дни рождения. Ой, а здесь можно же к вам на два дня заехать. Выходишь утром, тут ослик, тут кони, тут заморская свинка, лес рядышком, квест кино снимаю. В общем, что хотите. Танцы, песни. И вот такая хозяйка. Ух. Ну, у нее муж есть, если что, хочу предупредить. Теперь у меня все туристы кушают только наш домашний дом. А детские автобусы. Деткам пекем по 60 булок, чтобы детки могли купить булочку. Они взобьют масло, принесут дома масло и домашнее хлебушек. А еще соль, какое-то масло. А еще мед. Вы тоже едите? Да, я иногда что-то ем. Хлеб не любят, когда дома ругаются. Даже когда плохое кино идет. То есть когда печете? Когда печем нельзя, нельзя хлопать дверями. Вот, правда так говорю. Нельзя смотреть плохие передачи, понимаете? Можно смотреть добрые раненцы в Беларуси, до вас хлеб будет подниматься. Чтобы на душе было хорошо и приятно. Да, позитивненько все. Сейчас мы поднимемся, он будет красавицей. Да. У вас хороший муж? Очень. Вот мне тоже так кажется. Он такой спокойный. Это вы знаете, такая огонь. Надо, чтобы было что-то вместе. Он такой спокойный, такой надежный. Останавливает. Да, он же картины пишет. Да, он художник у нас, скульптор, речи по дереву. Все, что на усадьбе, это он. Я даже не знаю, что он сделает. Он говорит, я сделаю, потом ты увидишь. Где вы такого нашли? Долго искала. Очень долго искала. Методом проб и ошибок, я полагаю. Ой, это точно. Так у всех. И ни одной пробы. И ни одной пробы. Анжела, тут у вас не минутки отдыха, я с вами. Там пекли, уморились уже. Тут теперь яйца будем расписывать. Католическая эта Пасха прошла. Праздник на носу. Православные готовимся. Конечно. Праздник на носу. Какие яйца большие. Да. Это гусиные. Да. Писачок. Мне еще один нужен. Это гусиные. Да, вот у вас есть. Это вот это? Нет. А, это вот это? Да. Это вот это. Писачок. А вы что подумали? Да. Что мы будем расписывать яйца? Значит, что я беру? Давай. Чистое. Чистое. Вот у меня чистое вообще яйцо. Чистое замечательное яйцо. Значит, макаем каждый в свое. Да. Белорусская роспись пасхальная. Воск. Да. Воск. Наши предки – это культ рослины. Рослины и солнца. Поэтому рисунок получается именно цветочек загогулинка. Ставится точка, и от нее идет запятая. Я у вас. Точка идет запятая. Точка идет запятая. А, точка запятая-то у вас в одном движении. Конечно. Хорошо. И надо рядышком держать с воском. Точка запятая. Далеко не отходишь. Ну, какая-то бледная точка с запятой. Зато когда мы покрасим, какая она красивая будет. А, точно. Оп. Да. А можно я буду так фантазийно это делать? Можно. Ох, а я тебя счастье-то. Конечно. Вот это я ваяю. Какая прекрасная усадьба. Вы можете приехать, ослика покормить, заморскую свинку пожмякать. На лошадке прокатиться. На лошадке прокатиться. Да, ослик тут такой, знаете, хороший. С характером. А душа моя просит солнышка. У них какие косые глазки у солнышка получились какие-то. Красенькие. Ну, так бывает. А косело от счастья. Свои, да. От тревог людских окосело солнышко. Ой, боже мой. Смотрите, что я творю. Ну, давай, давай. Без меня, тебе, любимый мой, я нарисовала лететь с одним... Это чайки у нас? Это чай, чайки. Если иметь богатое воображение, то это чайки. Можно убегать. Молодец. Ой, ну, у меня такой, знаете, рисунок понятный, широким мазком, так сказать, живописца. А у вас правильный, красивый. Ой. У вас какой колосочек получился. И солнышко такое. И солнышко. Ой, какие у нас с вами разные солнышки. Да? У вас тоже веселые. Посмотри, какое. Даже с улыбочкой, с глазками. Да. Глазки узенькие. Знаете, кому улыбается, кому рожица корчетная. Чувствую, нервы приходят в порядок. Как это? Надо всем туристам такое предлагать. Мы так и заставляем. Слушайте, ты же так... Слушайте, у меня же все получилось. А потом все рады. Видишь, шедевр. Как просто филосолнышко. Да. Вот видишь, какая. А у вас? Нет, у вас культурно все как в хорошем магазине. Ну, понятно. Хорошо. А у меня такое, знаете, что-то... Ну, главное, что у вас получается ваш шедевр, да? Ну, ваш. Мама бы сказала, что это шедевр. Вот и все. Слушайте, как хорошо, что мы сюда перейдем. Ну, тщательно. Ну, тщательно. Вот так вот еще, Анжелочкой так накрываем. Ну, лучше, конечно, взять молоточек так, но с калочкой тоже пойдет. И смотрите, вот вам что-то чувствуете, что-то вот мешает. Что-то где-то мешает. Берешь так? Все уже. Замечательно. Она думает, долго-то хотела. Я хотела. Давай до конца. И это тоже печь. Это тоже можно печь хлебом. Смотрите, вот я так сделала. А вот еще мелкую крошку. Итак, пусть будет со всеми вашими выристями, заботами, невзгодами, непогодами. И пусть все у вас будет хорошо. Все. Замечательно. Теперь чувствуешь запах? Хлебушка. Меньше хлебушек. Уже доставать? Идем доставать хлеб. Пойдемте. Боже, какой запах. Это если у кого-то даже нос не дышит, то он продышит от хлебного запаха. Как втянешь вот так. Ну что, открываем. А это горяченькая, Нина? Нет, это не горяченькая. Хорошо, ладно. Ой, какой же ж получился. Это я резала. Да. Вот этот звук, значит, он готов. О, как. Входите, сама открою. Это звук, значит, что хлебушек наш готов. Ой. Ой, аж нос ошибает от горяченького. Да, да, да. Слушайте, что он может храниться, как вы говорите? Сколько? Я не могу в это поверить. Нечему портиться. Нечему портиться. Да. Яиц нету, масла нету, молока нету. Ой, ну я прям... Вот я что и говорила. Разрезал, и он треснул в том месте, где мы его разрезали. А, так бы он треснул чертик себе. Он пошел бы, да. По всем. Слушайте, а вот этот самый красивенький получился. Ммм, паси же как. Хлеб, соль вам у хату, как говорится. Вернули. Все, мы можем уезжать. Пони возвращен на родину. Нечего убегать. Тебя поймают. Погреют, накормят. Чего ты из хорошего дома убегаешь? Анжела, спасибо. Грамматическая история закончена. Пони возвращен. Семья воссоединилась. Спасибо, Максим. Спасибо, Анжела. Огромное. В общем, смотрите нас в субботу утром. Я представляю, когда здесь тепло, как хорошо. Сейчас ветер, и все равно хорошо. Спасибо. Спасибо вам. Берегите свою прекрасную красавицу-жену, а вы своего мужа. Обязательно. Таким будем с тобой. Счастливо. Пока-пока. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Вот таким выдалось очередное субботнее утро нашей жизни. Хочется верить, что у нас получилось сделать его добрым, теплым, приятным и полезным. Мы очень старались. Сохраните, пожалуйста, положительные эмоции на весь день. Сегодня, к слову, республиканский субботник. И если у вас будет время, возможность и, конечно, желание, присоединяйтесь к доброму делу по наведению порядка на своей маленькой планете. Ну, а мы уже готовим новые интересные маршруты, которые с большим удовольствием освоим вместе с вами. Так что до новых встреч. Ваша Светлана Боровская. Я хожу за кахами у твоей краевиты И шапсуяк признанье О мой край дороги Зновня сутобью споведь И тревоги, и крыты И надеи, и утехи И любовь И грехи Зновня сутобью споведь И тревоги, и крылья И надеи, и утехи И любовь И грехи После долгих растаньев И далеких вандровок Я навеки вернуся В засене клёна у твоих Только сродно готову Только уродно и дуброве Я к ней древом Хоть с кветкой прорасту Для живых Только сродно готову Только уродно и дуброве Я к ней древом Хоть с кветкой прорасту Для живых До века ваши песни Ваша музыка Спасибо вам большое И счастлива была Быть с вами знакома Чуть-чуть сбоку постоять Я хожу за коками По твоей краю виды И шепчу я к признанне Ой, край дороги Только сродно готову Только уродно и дуброве Я к ней древом Хоть с кветкой прорасту Для живых Я к ней древом Хоть с кветкой прорасту Для живых Доброй границы Беларусь Доброй границы Беларусь Подписывайтесь на канал